Время от времени в комментах мне пишут, надоело парабаб, давай про что-нибудь другое. Ну, давайте в понедельник утром поговорим про другое. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему на фотографиях, которые, как нам говорят, сделаны из космоса, например, на МКС или с Луны, нет звезд? С Земли мы видим красивое звездное небо, а на фотографиях из космоса просто черный задний фон, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Атмосфера Земли не является абсолютно прозрачной, в ней есть водяной пар, пыль, дым, и все это мешает прохождению света через нее. А в космосе ничего этого нет, и поэтому разница во взгляде на звезды с Земли и из космоса должна быть такая же, как во взгляде через матовое и прозрачное стекло. Нам это объясняют разницей в освещении, но мне кажется, причина в другом. Когда изготавливали первые фотографии из космоса, то не могли рассчитать, как должно выглядеть звездное небо из той точки, из которой эти фотографии якобы были сделаны. Ну или проебали этот момент, а на последующих фотографиях звезды уже нельзя было добавить, потому что сразу бы возникли вопросы. Кто-то мне может возразить, ну а как же фотографии далеких галактик, сделанные телескопом Хаббла? Ну, во-первых, о телескопе Хаббл нам известно только потому, что нам о нем рассказали. Как он работает и существует ли он на самом деле, никто из нас, конечно, не знает. Ну, а во-вторых, даже саму НАСА признает, что эти фотографии анимация. Механизм изготовления этих фотографий нам объясняют так. Сначала телескоп делает очень много снимков, на которых все не так уж хорошо видно. А потом эти снимки объединяют и обрабатывают в редакторе. И в итоге получаются те красивые фотографии далеких галактик, которые нам и показывают.